Переживаю, что нет достойного мужчины рядом. Может быть, я не тяну ещё до них. Ну, во-первых, отключить переживание, потому что что толку переживать? Ну, к примеру, вы не тянете. Да, хотите, вот как-то планку повысили, хотите оттуда. А что переживать? Нужно расти. То есть вы конкретно для себя самой озвучите, что такое достойный мужчина, какой он, по разным пунктам. Второй момент. Вычисляйте их в пространстве. Ну, к примеру, какой? Ну, вот похож на того. Вот как тот, как этот. Хорошо, отлично. Следующий шаг. Какая женщина есть или может быть рядом с таким человеком? И ещё один вопрос. Что вам из того, что в ваших силах нужно добавить, усилить, для того, чтобы оказаться на месте этой женщины? Да, примерно такого мужчины. То есть не данную конкретную женщину мы хотим отодвинуть, а вот примерно. И всё, все ответы там и работают над собой. Переехала в другой город. Как привязать это к новой, более ресурсной странице жизни? Как залить вектор? Ну, во-первых, слиться с городом, сразу полюбить его. Походить, походить, походить. И так, сразу так. Ты-то я, я-то ты. Мы с тобой одной крови. Пойти в рапорт с городом, почувствовать его. Почувствовать. А оттуда уже ресурсы. Ну, а залитие вектора, это же... Просто привязать ваши... Это же наши цели и желания. Просто привязать ваши цели к этому городу конкретно. Прямо мысленно, как они там именно и будут осуществляться. Где можно узнать про ваш курс про знакомство? На сайте есть у нас информация. Он называется «Женственность. Знакомство, ведущее к отношениям». То есть там такая часть... Ну, не большая часть, но для меня очень важная. Посвящена женственности. Как её правильно включать и отключать. Да, и вообще всякие такие штуки на знакомство. Потому что очень часто женщины пишут. Я вот вроде выхожу, и мужчины даже видят меня. Они смотрят, но они не подходят знакомиться. Или постоянно с кем-то знакомлюсь, но не завязываются отношения. Люди через раз пропадают, через день. Без вести. Ну, да, там встретились, сходили на кофе, всё, человек пропал. Почему так? То есть разные запросы у женщин бывают. Вот я рассматриваю самые популярные. Или кто-то просто сидит дома и не знает, ну как себя, как, куда, в какой угол. Как легко и быстро вписаться в новый коллектив, если я замкнутая и неразговорчивая? Ой, ну смотрите, коллективы разные бывают. Иногда приходишь в коллектив, и вот реально это такой плюс, что ты замкнутый и неразговорчивый. Люди сразу тебя любят, потому что ты не навязываешься. То есть от коллектива зависит. А бывает в коллективе от работы, зависит от её интенсивности. Бывает такая нервная, очень высокоответственная работа, что ты приходишь, и все просто хотят, чтобы тупо ты делала свою работу на пять с плюсом и облегчала им жизнь. Всё, никакой разговорчивости им не нужно. Либо такое более-менее свободное, либо даже основанное на взаимодействии постоянном. И если ещё есть ценность, как люди говорят, ну почему ты ничего о себе не рассказываешь, почему ты о себе ничего не рассказываешь, да, вы понимаете, что в этом коллективе ценность, что нужно делиться. Ну тогда насильно делиться, открывать рот и просто выговаривать, разговаривать, только практика. Прямо даёте себе задание. Подошла, поздоровалась, спросила, сказала доброе утро, спросила, как спалось, о погоде, о природе, дам потом о чём-то личном, два предложения буквально. И люди видят уже, что вы так не замкнуты, что-то о себе сказали. Только практика, вот реально только практика. Ой, спасибо, добрый вечер. Сестра постоянно критикует. Всё, что бы я ей не сказала, всё переопределит и обвинит. Всё равно меня. Как отстоять границы? Отстоять. Сказать, ну мне неприятно, мне больно. Здесь не нужно бояться быть откровенной. Семья на это же и существует. И вы говорите, понимаешь, ты вроде бы моя сестра, я люблю тебя. И ты вроде бы меня любишь. Но вот ты мне делаешь больно своими словами. Понимаешь ты или нет? Если ты мне, типа, добра желаешь, давай ты промолчишь. Ты реально лучше, больше добра мне принесёшь. Ну, только так. А если человек, бывает, что, ну вот только разговаривать, только разговаривать, 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 успокаивать себя, чтобы начинать эти разговоры не на раздражённой ноте. Потому что разговор, начатый на раздражении, он продлится недолго и перейдёт в крик. И в большую коллективную драку. Поэтому вы такая себя готовите, успокаиваете, гасите, гасите, загасила. Так, всё спокойно, спокойствие, спокойствие. Зелёный свет. Она в добром таком. Послушай меня, пожалуйста. Я знаю, что ты хочешь, как лучше для меня. То есть там нужно разговаривать с намерением. Чего она хочет, когда она... Или, может быть, она от вас, знаете... Ну, там же разное между сёстрами бывает. Бывает и зависть. Бывает, ей кажется, что родители, ну, с детства какие-то вещи, ревность. Кого-то родители больше любили или кажется, что больше любили. И вот это вот, типа, тебе легко достаётся. Или ты против меня вечно. Ну, разные причины. Поэтому вот искать причины и разговаривать с намерением. Чего хорошего хочет ваша сестра, когда она переопределяет и обвиняет вас? Может быть, она хочет... Ну, типа, я постоянно не виновата. Я постоянно не виновата. Но если она хочет быть невиноватой, да отдайте ей эту невиновность. Чего бороться-то за пальму первенства? Можно даже в шутку перевести. Слушай, ты, сестра моя, такая умная. Да, конечно, я виновата. Ты всегда права у меня. Молодец. Хоть кто-то в нашей семье умный, честное слово. Ну, то есть. И люди сразу расслабляются. Чего хочет она, чего хочет. Либо она вас воспитывает, что вы такая непутёвая. Каждый раз куда-то влипаете, ей кажется, и она начинает вас жизни учить. Какое положительное намерение? Она хочет вам добра. Она боится, что вы куда-то вляпаетесь. И тогда вы говорите, слушай, я знаю, что ты за меня так переживаешь, поэтому ты меня отчитываешь. Ну, то есть отдать должное человеку, отдать должное. Ты у меня такая умная и заботливая, и переживаешь за меня. Да не переживай ты так уже сильно. Давай за себя переживай. Я сильная, как-нибудь справлюсь. Да, то есть. Ищем намерение и пляшем от него.